Сегодня покажу и расскажу про наше кондо. Бейс Даунтаун. Вот вход на территорию нашего кондо. Сейчас рядом идет стройка. Стройок вторую часть центра фестиваля. Когда ее закончат непонятно, но пока вот здесь не очень такой приятный вид. Заходим на территорию. Здесь всегда охранники. Здесь въезд на паркинг. Но мы зайдем через центральный вход. Это холл. Здесь всегда прохладно. Работает кондиционер. Ловит вай-фай кондовский. Довольно, в принципе, неплохо даже ловит. Можно посидеть, отдохнуть. Даже поработать. Выходим к бассейну. Пусть за бассейном. Сейчас вот в ноябре и в октябре было всегда пусто. Говорят, что новому году 100 людей станет больше. Ну, пока только там, не знаю, вечером, может, кто-то придет поплавать или по выходным. Ну, и вот корпуса нашего конда. Вот это корпус C. Вот прямо наш корпус B. И вот здесь корпус A. Так интересно сделан бассейн. Лежаки стоят прямо в воде. Но лично для меня это неудобно, потому что я боюсь тут лежать с телефоном и с какими-то вещами. Сейчас покажу фитнес, в котором обычно тоже никого нет только вечером. Вот фитнес-зал. В принципе, все необходимые тренажеры есть. Диа беговые дорожки. Два разных велика. Арбитрек. Гантельки. Ну, и напротив комната, в которой тоже можно посидеть, поработать. Здесь тоже ловят Wi-Fi от этого конда. А вот и наша квартира в Конда Бэйс Даунтаун Пхукет. Заходим. Это наша мини-гостиная с удобным диваном. Подушки есть. Кресло. Кресло мы докупали сами в Индекс Ливен Молд примерно за 1300 бат. полочки со всяким барахлом, конечно, большой телевизор. И вход на кухню через стеклянную дверь. На кухне стол мы специально искали такую квартиру, чтобы стол был на кухне. Потому что сейчас стол находится в комнате, а кухня очень узкая. Вентилятор мы тоже покупали. Чайник и почти вся посуда была. Что-то докупили, конечно. Микроволновка. Сперва она стояла вот там внизу, но мы ее переставили на холодильник. А там хранил всякую ерунду типа печенья, вафли, реки, плита. Обратите внимание на шкафчики. Очень узкие шкафчики, почти ничего не положишь. И вот это тоже очень странное дело. Так, полочки вот эти мы тоже закупали. Кастрюли были, сковородка была. И мультиварку покупали. Из кухни выход на балкон. Стул тоже покупали. Стиральную машинку тоже покупали. Конечно, во многих квартирах есть стиральные машинки, но в нашей не было. И вот такой вот вид. Вид, конечно, с одной стороны хороший, на бассейне. Но с другой стороны, когда каждое утро видишь вот это вот все белое вокруг, не видишь ни гор, ни в какой природе, как-то не очень хорошо. Из костинной один вход в ванна-туалет. Ну, тут, в принципе, все стандартно. Полочки эти картиночки тоже закупали. Горячий душ. Очень хороший, кстати, обогреватель. Вода течет хорошим напором, быстро нагревается. Ну, и здесь спальню. Обратите внимание, что мы искали специально квартиру, чтобы спальня была огорожена от гостиной отдельной дверью. Потому что часто бывает, что спальня огорожена от гостиной вот такой вот стеклянной перегородкой, как на кухне. Очень широкая кровать, зеркало. Кроватная тумбочка, огромная лампа, которая пришлась переставить на пол. Ну, шкаф. Стул тоже покупали сами. И вид с окна, такой же, как и с кухней, на бассейн. Такая стандартная квартира в Упэйс, даунтаун, в Хукет, стоит в среднем 15 тысяч бат в месяц. Конечно, можно поторговаться. И если на контракт полгода, год снять за 13 тысяч в месяц. Дополнительно оплачивается вода без электричества. Вода, интернет, электричество. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...